Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». О работе налоговой службы будем говорить сегодня с гостем нашей студии. Присоединяйтесь! Владимир Васильевич Дивойна, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области. Родился в 1967 году в городе Столине Брестской области. Окончил с отличием Белорусскую сельскохозяйственную академию, академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начинал главным бухгалтером совхоза в Осиповичском районе Могилевской области. В налоговых органах работает с 1995 года. Прошел путь от старшего налогового инспектора Осиповичской налоговой инспекции до начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Шкловскому району Могилевской области. В 2015 году занимал должность первого заместителя председателя Осиповичского райисполкома. С марта 2016 года возглавляет инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области. На вопросы, которые касаются деятельности налоговых органов, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер, номер 340-043-3. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. С 1 января вступили в силу изменения в налоговый кодекс, но прежде чем мы перейдем к их обсуждению, давайте рассмотрим итоги 2020 года. Каким он стал для налоговой службы области? Ольга, 2020 год – это год 30-летия налоговой системы Республики Беларусь. В принципе, очень много было сделано за 30 лет, но мы всегда говорим, что нет ничего совершенного, и мы продолжаем совершенствоваться. Подведены итоги на коллегии, недавно состоявшейся, определены перспективы нашей и ориентиры дальнейшего развития. Вот с учетом реальных обстоятельств, которые складывались в 2020 году и вызваны в том числе пандемией, налоговая система сейчас в своей работе опирается в основном на бесконтактный метод работы с налогоплательщиками. Использование IT-технологий – это действительно передовой и значительный шаг в работе, в том числе и налоговой системы, в принципе, как и во всей Республике Беларусь. Большое достижение – это то, что сегодня используются электронные сервисы для общения с налогоплательщиками. Сегодня на Гомельщине порядка 90% – это около 39 тысяч индивидуальные предприниматели и юридические лица – предоставляют свои налоговые декларации, пользуются услугами налоговых органов в электронном виде. Мы пришли к тому, что большинство вопросов на сегодняшний день налоговая система решает именно с использованием IT-технологий. Это и представление налоговых деклараций, это и консультирование, это использование личного кабинета. Что вот здесь еще хотел бы сказать, не только индивидуальные предприниматели на Гомельщине или юридические лица используют электронное взаимодействие, но также используют и физические лица. 28% от общего числа оплательщиков физических лиц – это около 129 тысяч – имеют сегодня личный кабинет. И в 2019 году через личный кабинет у физических лиц появилось право предоставлять налоговую декларацию по подоходному налогу и иметь предварительно уже ее заполненную налоговыми органами. Тогда физическое лицо соглашается или не соглашается с теми, скажем так, информацией, которая указана в этой декларации. Если что, он ее дорабатывает и отправляет, подписывает и отправляет, соответственно, в налоговые органы. Потом, соответственно, уплачивает платежи в бирже. Кроме электронного взаимодействия, мы продолжили и очное общение с платежщиками. Как-то я на программах уже здесь говорил о созданных и создаваемых центрах обслуживания платежщиков. Первый – это был Шлобин, Моза, Речица. Сегодня в Гомеле также существуют три центра по обслуживанию платежщика. И 2020 год, в декабре месяце, такой центр был введен в инспекции по Гомельскому району. То есть сегодня город Гомель накрыт вот этими центрами, где налогоплательщики могут получить определенные услуги. В Гомеле уже сеть эта завершена, да? Да, по принципу даже не только в Гомеле, в Гомельской области. Если вы видели, я назвал наши основные города, где сегодня мы можем предоставлять вот такие виды услуг. Поэтому на 2021 год новых центров не планируется создавать, а усовершенствовать работу вот данных центров. И как говорит министр по налогам и сборам Наливайка Сергей Эдуардович, основная наша цель сегодня системы – перейти на стопроцентное взаимодействие с налогоплательщиками. А в течение трех лет порядка 80% предоставлять услугу нашим налогоплательщикам, в основном те, кто уплачивает налог по упрощенной системе налогообложения, именно заполняя уже за налогоплательщиком налоговые декларации на основании той информации, которая есть у налогового органа. Это и выручка по кассовым суммирующим аппаратам, это и информация с расчетных счетов. Поэтому вот эти шаги, которые были сделаны, они где-то и способствовали выстоять налоговой системе вот в этот трудный период, именно период, когда ходила пандемия, сохранить трудовой коллектив и, соответственно, собирать налоговые платежи. Вообще-то год действительно был сложным, проходил в условиях пандемии. Вы заметили разницу, насколько сложнее было собирать платежи? Ну, формировали бюджет нашей области – 19 тысяч юридических лиц, более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и 455 тысяч физических лиц. Бюджет сформирован в сумме 2,5 миллиарда рублей. Плановые назначения выполнены на 101%. Хочу отметить, что плановые назначения по бюджету выполнены по всем доходным источникам и всеми регионами Гомельской области. Более 2,3 дохода бюджетов – это сложились за счет четырех наших налогов. Именно очень хорошо поучаствовали физические лица, граждане, которые получают заработную плату. Я сейчас говорю о подоходном налоге – это 30% в структуре бюджета. Это налог на добавленную стоимость, это налог на прибыль, это акцизы. Большой удельный вес – 74% – занимает поступление от предприятий, организаций. Хочу особо отметить удельный вес – 2,6% от индивидуальных предпринимателей – 64,4 миллиона рублей. И здесь необходимо сказать, вот говоря о трудностях 2020 года, несмотря на все трудности, количество индивидуальных предпринимателей, формирующих бюджет, увеличилось на 1320 человек. И от индивидуальных предпринимателей мы получили на 3 миллиона больше налоговых платежей, чем в 2019 году. Это при том, что были уменьшены ставки в связи с пандемией? Да, это при том, что решением Гомельского областного совета депутатов на третий квартал 2020 года уменьшали ставочки по единому налогу. Категория платежиков, которые уплачивали един налог, та, они получили преференцию, но индивидуальные предприниматели, платежики упрощенного системы, по упрощенной системе налогообложения, они добавили, добавили в налоговых платежах, поэтому та компенсационная потеря, она была компенсирована именно платежиками по упрощенной системе. Но самое главное, что люди не прекратили активную деятельность. Тем более, вот как раз к этой фразе вашей, 6 645 физических лиц, не являясь индивидуальными предпринимателями, в 2020 году осуществляли деятельность по заявительному принципу. Не надо быть индивидуальным предпринимателем, не надо вести учет выручки, учет доходов, заполнять первичные учетные документы, использовать кассовый суммирующий аппарат, по определенным 33 видам деятельности, уплачиваешь единый налог и осуществляешь свою деятельность. Это плюс 306 человек к уровню 2019 года. То есть именно такая форма организации своего дела показала высокую эффективность даже в таких непростых условиях, как у нас были в 2020 году. И самое главное, что вот в этих же условиях мы всегда обращаем внимание на добровольность поступления платежей. Какой бы ни был тяжелый год, и в экономической части, и вот именно связанной с пандемией, 98% субъектов предпринимательской деятельности исполняли налоговые обязательства в добровольном порядке. А это для налоговой службы вопрос приоритетный. И я сегодня хочу, вот имея такую возможность, поблагодарить добросовестных платежчиков, поблагодарить платежчиков, которые своевременно и в полном объеме исполнили свои налоговые обязательства. Действительно, я хочу сказать, что вот этим стоит гордиться. Гордиться тем, что нет долгов, и вы спокойно можете с гордостью сказать, я гражданин своей страны, я выполнил свои налоговые обязательства. Спасибо. И пожелаем высокой прибыли добросовестным платежчикам. Ну, наверняка были свои особенности и у контрольной деятельности налоговых органов. Расскажите, пожалуйста, как она строилась в минувшем году. Оля, мы уже тоже, когда вот выступаешь где-то или в периодической печати, или вот как вот здесь по телевидению, на телевидении, мы всегда говорим, что контрольная деятельность в последнее время налоговой системой смещается именно на профилактическую работу. И вот можно отнести к профилактической работе такой вид контроля, как камеральный контроль, да, вот предварительный, последующий камеральный контроль. Более 80% привлеченных бюджет средств от контрольной деятельности, которые были получены, это результат именно камерального контроля. Когда налоговая инспекция не выходит из помещения налогового органа, а используя вот эти информационные ресурсы, которые мы обладаем, на основании информации платежчика по налоговым декларациям, дополнительно каких-то представляемых документов, мы смотрим за полнотой уплаты налогов. Порядка 37 миллионов остались в распоряжении бюджета, в том числе 11 миллионов предотвращен возврат налога на добавленную стоимость. Что это означает? Это налоговый инспектор проверяет декларацию, выявляет ошибку, направляет сегодня субъекту уведомление, субъект анализирует, при необходимости подает налоговую декларацию, доплачивает налог, насчитывается вот за этот небольшой период времени пеня. Что здесь хорошее для платежчика? Небольшой размер пени – это первое, и второе – нет административной ответственности. Что хорошо для государства? Это поступившие платежи в бюджет. Поэтому это выгодно, в принципе, для двух сторон. И для налогоплательщика, и для государства. В 2020 году контрольная деятельность – это уменьшение числа проведенных проверок. В два раза к уровню 2019 года. Минус порядка 2000 проверок. Основные проверки – это камерального контроля, порядка 64%. Это проверки субъектов, которые подали заявление на ликвидацию или прекращение своей деятельности. И вот здесь, говоря о проверках, хочу сказать, что только 51 проверка была проведена в соответствии с координационным планом. То есть это та запланированная налоговыми органами проверка, включена в план координационный. И вот это количество составляет 0,1 от числа всех налогоплательщиков, которые зарегистрированы сегодня в Гомельской области. Я считаю, что именно такая политика сегодня проводимая государством – это высокая степень доверия к субъекту предпринимательской деятельности, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. Да, результатом явилось до начисления порядка 16 миллионов рублей, предотвращение налога на добавленную стоимость к возврату 4,5 миллиона рублей. Но высокая степень доверия всегда остается. И мы сейчас, когда включаем координационный план проверки или проводим там неплановые проверки, мы работаем с теми субъектами предпринимательской деятельности, где усматриваются схемы ухода от налогообложений. А как вы их усматриваете? Как можно предусмотреть, знать заранее? Ну, знаете, это, скажем так, наверное, опыт, практические навыки сегодня. Это сложившаяся система, это наработка в масштабах министерства, когда делится опытом с коллегами и, в принципе, преломляем вот эти нарушения, которые допускали иные оплательщики на своих субъектов. Возможно ли они у нас или невозможно. Обычно сегодня по упрощенной системе налогообложения выявляется много схем по дроблению бизнеса. Есть верхняя планочка, при которой налогоплательщик может применять упрощенную систему налогообложения. Если он превышает размер получаемой выручки, он должен перейти на иной порядок. Соответственно, некоторые заинтересованы в этих льготных ставках 5,3%. Действительно, это для развития ставки. Начинает дробить бизнес. Это использование тех преференций, которые государство дало в сельской местности. Декрет номер 6. Мы как-то тоже с вами это обсуждали, когда в сельской местности плательщик освобождается от уплаты налогов на определенный период времени. Вот этот период заканчивается для, например, юридического лица. Регистрируется иное юридическое лицо. Туда переводится весь трудовой коллектив. Передаются все основные фонды. Это все, в принципе, налоговый инспектор видит. И тогда проводится комплекс мероприятий. Получается объяснение. Собирается доказательная база. Потому что ни одна сумма, которая должна быть предъявлена платежкой, она должна быть, скажем так, подтверждена обоснованной доказательной базой. Ну, это регистрация в качестве субъектов деятельности взаимозависимых лиц. Недавно совершенно мы проверяли одну общую с ограниченной ответственностью. Предприятие имело взаимоотношения вот тоже с индивидуальными предпринимателями взаимозависимыми. Показали вот эту раскладочку, показали свою доказательную базу. Но, хочу так сказать, это была совместная проверка с департаментом финансовых расследований. В бюджете 788 тысяч рублей. Плательщик подписал акт проверки и в течение недели исполнил свои налоговые обязательства. На недавнем совещании с правительством глава государства потребовал ужесточить ответственность в отношении тех предприятий, которые допускают неуплату налогов или выплату зарплаты в конверте. Расскажите, пожалуйста, какие меры сейчас применяются по подобным нарушениям и как планируется работать в дальнейшем? Вот, освещая вот этот вопрос, я, наверное, хочу так сказать, подвести к чему. Если плательщик ошибся неумышленно, здесь мы должны, скажем так, минимизировать его ответственность. Если все-таки есть умышленные нарушения, тогда действительно должны работать все нормы права и предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная ответственность. Сегодня для субъектов предпринимательской деятельности, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, которые, скажем так, не исполнили свои налоговые обязательства, не уплатили налоги, по статье административного кодекса 13.6 предусмотрена ответственность 40% от неуплаченной суммы налога. Налагается штраф и, соответственно, перечисляется в бюджет. Новая норма, вот эта 40% мера ответственности сохранена и в административном кодексе, который будет действовать с 1 марта уже 2021 года. Значит, за 2020 год 41 материал по 41 платежщику направлены были в органы уголовного преследования, возбуждено 5 уголовных дел, и уголовные дела возбуждаются, материал налоговый орган направляет, если мы выявляем крупное доначисление по материалам проверок, а крупным считается размер свыше 2000 базовых величин, это сегодня 58 тысяч, и тогда наступает мера ответственности по статье 243 Уголовного кодекса, и там лишение свободы уже до 7 лет. И, кстати, глава государства, когда говорил на совещании, он обращал внимание про меры ответственности, которые есть, скажем так, в ряде других стран, европейских стран, Соединенных Штатах Америки, надо сказать, что там физическое лицо за неуплату налогов может быть подвергнут административному, скажем так, могут на него быть наложены штрафные санкции до 100 тысяч долларов, на корпорацию до полумиллиона долларов. Срок ограничения свободы до 5 лет, в зависимости от состава нарушения, за что привлекаются. Израиль, значит, уголовное наказание, максимальный срок это 10 лет. И тоже, опять же, очень большие суммы штрафов. Нигде в мире с налоговой службой не шутят. Не с налоговой службой, а с уплатой налоговых платежей. Да, согласна. А что касается выплаты зарплаты в конверте, насколько сейчас распространено это явление, которое, как мне кажется, уже давно должно было бы уйти в историю? Я отвечу на этот вопрос следующим образом. Налоговая система, в принципе, видит эти низкие заработные платы. И анализ, например, 2019 года, анализ 2020 года, у нас на постоянном контроле находилось 500 организаций. Заработной платы ниже 400 рублей. Здесь мы анализировали, смотрели действительно обоснованность, нет ли именно заработной платы в конвертах. Случаи такие выявляются. Доначисляется подоходный налог. Предъявляются, соответственно, предприятиям к уплате налоги, например, по упрощенной системе, потому что обналичивались денежные средства. Меры ответственности есть. И работа проводится в этом направлении, в принципе, ежегодно. И не то, что ежегодно, а постоянно. Владимир Васильевич, у нас на эту тему подготовлен сюжет. Давайте посмотрим, а после мы продолжим обсуждать новации в налоговом законодательстве. В это верится с трудом, однако одна из самых известных европейских бурильных компаний находится в обычном агрогородке Гомельской области. Ровно 30 лет назад в тогда еще деревне Борщовка Реческого района предприниматель Николай Черношей открыл компанию «Дельта». Сегодня именно это предприятие делает фундаменты для всех белорусских высоток и осваивает газовые месторождения в России и Казахстане. Причем в той же Сибири работать приходится в условиях не только экстремально низких температур, но и вечной мерзлоты. Выполнить такую задачу качественно и своевременно здесь могут далеко не многие. О зарплате работников генерального директора мы спрашивать не стали. Вероятно, что она значительно выше среднереспубликанской. Хотя и спорить никто не будет. Это действительно заработанные деньги. А вот в чем никогда «Дельта» замечена не была, так это в так называемых серых выплатах. Зарплату в конвертах, несмотря на кажущиеся преимущества, здесь не выплачивали никогда. Потому что платить зарплату в конвертах, нужно иметь те деньги, которые называются наличные. Где ее взять? Вопрос вот в этом. Никто не задумывался, а где же они берут? Есть варианты два. Первый вариант – это через какой-то там вариант финансовую компанию подпольную, или нелегальную, или официально делают. У нас в сегодняшний день сумма средств, которая перечисляется в фонд социального защиты, ограничен. Ограничен каким-то размером. Если платить зарплату одному человеку поддельщину в наряде, писать там сумму большую, допустим, ну, написать 20 тысяч рублей на одного человека, а ФСЗН заплатить из 5 тысяч. То есть получается как минимум процентов 30 экономии. Вот отсюда берутся деньги, которые называются деньги в конверте. Все. Это официально, нормально делают. И никто не может додуматься, ну, прекратить. Я подумаю, эту проблему давным-давно уже, но на это не обращают внимания. Второй вопрос – всевозможные выплаты, которые не облагаются налогами, допустим. На сегодняшний день, насколько я знаю, стараются минимизировать зарплату, увеличить там командировочные или всевозможные разъездные. Командировочные, ведь с командировочных берутся налоги. Ну, если официально смотреть, допустим, водитель, зарплата 300 рублей. Кто сегодня будет работать за 300 рублей? А в целом у него получится рублей 600-700, а то и тысячи. В начале прошлого года в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Речицкому району открыли Центр обслуживания плательщиков, что значительно упростило работу с клиентами. Работники налоговых служб не скрывают. Добросовестным плательщикам на Гомельщине вообще всегда рады и готовы сотрудничать с ними на взаимовыгодной основе. Другое дело, что попытки выплат зарплат в конвертах единичными тоже назвать нельзя. Кто-то оформляет постоянно работающих специалистов на часть ставки, кто-то официально выплачивает зарплату ниже бюджета прожиточного минимума. В этом случае отчисления в бюджет не предусмотрены. В налоговых инспекциях об этих схемах знают и ситуацию постоянно мониторят. Согласно анализу информационных ресурсов, проведенному налоговыми инспекциями Гомельской области в прошлом году, плательщикам направлено более 3300 уведомлений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке. Используя все информационные базы, которыми располагаем мы, мы делаем аналитику, допустим, средняя численность работающих на каждом предприятии, средний уровень зарплаты и смотрим, у кого она довольно низкая. Если есть какие-то вопросы, делаются анализы предварительно. Потом проводится информационно-разъяснительная работа. Мы приглашаем, если есть такая необходимость плательщика, допустим, в инспекцию, беседуем, причины выясняем. И уже последняя крайняя мера – это когда проводятся контрольные мероприятия. Не будем озвучивать все методы работы налоговых органов, однако заметим, что сегодня выявить недобросовестных плательщиков нетрудно. При том, что от серых схем страдает не только бюджет, но и сами работники. При официально низкой зарплате ни один банк не выдаст кредит на строительство жилья, а начисленная пенсия будет минимально низкой. Да и для самих частных предприятий зарплаты в конверте далеко не самый лучший выход. Особенно, если это действительно серьезная компания. В нашей ситуации никаких плюсов даже быть не может. Потому что мы работаем с серьезными организациями, государственными, предприятиями концерна, с лесхозами. И я просто не понимаю, если даже скрывать налоги, в нашей ситуации в виде зарплаты в конвертах, это даже не выгодно не только предприятию, но и самим работникам. Но эту проблему мы знаем не понаслышке, потому что иногда наши работники, которые уходят на пенсию, обращаются, это как последнее место работы, обращаются к нашим бухгалтерам. Наши бухгалтеры начинают помогать им собирать документы. Это просто может быть титанический труд, и в результате которого выясняется, что у кого-то нету стажа трудового, у кого-то нету страхового. И обидно видеть, когда люди уже в годах полужизни отработали, выходят на пенсию, а у них нету стажа. Вы смотрите диалог начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Дивоина. Сегодня у нас в гостях. И в студии прямого эфира мы принимаем телефонный звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я вот смотрела сюжет, только что прошел. Хотела спросить. У меня похожая ситуация. Я работала в магазине, зарплата была небольшая. А когда уволилась, обнаружила, что в трудовой никакой записи о моей работе в этом магазине нет. Когда я с директором стала говорить про компенсацию за отпуск, за время отработанное, мне ничего не сказали, ничего не выплатили. Вообще я куда-то могу обратиться, кому-то что-то сказать. Куда мне идти? Спасибо большое за звонок. Свои права, конечно, нужно защищать и отстаивать. Владимир Васильевич, как посоветуете действовать в такой ситуации? Я, наверное, в этой ситуации дам такой комментарий. Понимаю, что трудовые взаимоотношения, раз нет записи в трудовой книжке, у вас не были оформлены, вы не были приняты на работу. Заработную плату вы, конечно, я так понимаю, получали до момента увольнения. Можете подать заявление в налоговую инспекцию. Мы сделаем анализ, скажем так, работы данного предприятия. Конечно, порекомендовал бы вам обратиться в фонд социальной защиты населения, опять же, за защитой своих прав. И, конечно, по восстановлению своих прав, для того, чтобы наниматель все-таки произвел запись в трудовую книжку об отработанной вам и времени, вам придется это решать через суд. Ну и к правовым инспекторам профсоюзов можно тоже обратиться? Если да, если профсоюз есть, в принципе, то можно и обратиться, да. Ну, в налоговую стоит заявление написать, да? Однозначно в налоговую стоит, да. Я думаю, что проверить это предприятие тоже стоило бы. Мы в этой части посмотрим. Если там действительно были выплаты, которые, вот как сейчас в сюжете говорилось, в конвертах, мы насчитаем подоходный налог по выплаченным заработным платам, которые мы, в принципе, получим, я думаю, информацию от человека, который обращался, и уже подоходный налог будет в этой ситуации уплачивать не физическое лицо, а будет исполнять эти налоговые обязательства сама организация, вот эти новшества, кстати, в налоговом кодексе с 2021 года. Ну вот, чем это явление опасное, чем оно чревато, я думаю, что и объяснять, наверное, лишний раз не стоит. Понятно, что и недочисление платежей, и для самого человека очень большой риск. Единственный способ избежать, просто не соглашаться на такую схему трудовых отношений. Да, надо сразу при приеме на работу получить действительно трудовой договор или получить контракт, быть уверен о том, что все вот эти взаимоотношения оформлены должным образом. И, в принципе, через определенный период времени можно даже в Фонде социальной защиты населения уточнить, поступают ли за вас туда платежи. Там конкретно ведется перфинцированный учет по каждому наемному работнику. Вы будете видеть, оформлены ваши трудовые взаимоотношения или не оформлены. Владимир Васильевич, как вы думаете, какие меры помогут искоренить это негативное явление? Ну, в первом, это само отношение наших физических лист, нас и граждан. Если мы будем с чувством ответственности вот к этому вопросу подходить, тогда, наверное, таких вопросов будет возникать в меньшей степени. Что касается налоговой системы, то мы, конечно, контролируем эти вопросы. Вот как начальник инспекции по Реческому району отвечал, проводим определенные мероприятия, в том числе за сокрытием наличной выручки по кассовым суммирующим аппаратам, по бланкам строгой отчетности. Вот за 2020 год таких мероприятий, таких фактов было установлено 124. Виновные понесли административную ответственность. Вот, организации, это индивидуальные предприниматели. Также смотрим за выведением наличных денежных средств из оборота через, как я говорил, зависимые предприятия, зависимых индивидуальных предпринимателей. Смотрим за завышением затрат и занижением выручки. Вот в последнее время особый контроль уделяем за сдачу имущества в аренду одним субъектам, другому субъекту. Юридическое лицо приобрело имущество на безвозмездной основе и передает индивидуальному предпринимателю. Это видно по документам. То есть есть ряд таких факторов, которые косвенно указывают на то, что что-то здесь нечисто. Да, и по документам этот индивидуальный предприниматель сдает вот это полученное безвозмездное имущество, тому предприятию, у которого он принял его безвозмездно. А тот с ним рассчитывается. Конечно же, это вывод денежных средств. Конечно же, это потом оттуда и заработная плата в конвертах. Поэтому в этой части проводим очень много контрольных мероприятий. И выявляются действительно такие случаи. Порядка в целом по семи проверкам 2020 года дополнительно поступило в бюджет порядка двух миллионов рублей. Хочу отдельно остановиться. Большую работу провели по сфере лесозаготовок. Владимир Васильевич, давайте выслушаем нашего телезрителя. Он дожидается. А потом к этой теме еще вернемся. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер, Владимир Васильевич. Добрый вечер. Я вот тут после управления заработал, а вы не совсем перечисляли с моей подоходной налоги. В общем, плохо мы вас слышим. Извините, пожалуйста, повторите. Повторите, где работали. Коммерческая структура. Работали, но узнал, что не совсем с моей зарплаты перечисляли подоходный налог. И это сейчас он будет заплачивать. Опять пропали. Аккулера. Да, слышим. Это как... Проблемы со связью. Сейчас я думаю, что редакторам на телефоне вы можете повторить ваш вопрос, и мы его рассмотрим. Если сорвался звонок, сейчас попробуйте, пожалуйста, перезвоните и объясните ситуацию редактору на телефоне. А мне передадут. Постараемся успеть обсудить. У нас около 10 минут до окончания. Перезвоните, пожалуйста. Владимир Васильевич, вы говорили о том, что были проведены проверки в сфере лесозаготовок. Именно в предприятии, да, в сфере лесозаготовок. 218 субъектов хозяйственной было проанализировано. 56 плательщиков по требованию налогового органа по уведомлению подали уточненные налоговые декларации. То есть были установлены факты занижения выручки. В какой-то степени были где-то установлены факты завышения затрат. 19 субъектов хозяйственной добровольно доплатили подоходный налог. О чем это говорит? О том, что занижалась официально выплачиваемая заработная плата. Когда плательщику указали на это, он действительно подал измененные налоговые декларации, уточненные, и доплатили порядка 20 тысяч подоходного налога вот эти 19 субъектов. За осуществление предпринимательской деятельности, а индивидуальные предприниматели в соответствии с 222 указом могут сшлять деятельность с привлечением не более трех наемных работников, 35 индивидуальных предпринимателей экономическим судом были привлечены к ответственной административной, и штраф составил 15 тысяч рублей. А ситуация в том, что устанавливались факты использования труда неоформленных наемных работников. И это опять о чем говорит? О заработной плате, которую выплачивают индивидуальные предприниматели, именно используя больше трех наемных работников, неучтенно. Вот здесь проводим контрольные мероприятия, опрашиваем, собираем доказательную базу, направляем уведомления, и вот эти, скажем так, обязательства были исполнены, в принципе, вот этими субъектами хозяйственных в добровольном порядке. И следующее, одно из таких основных направлений в сфере заработной платы в конвертах, и, в принципе, опять же, про что говорил глава государства, это проверки физических лиц на получение доходов и понесенных ими расходами. Если есть необходимость, истребуем декларацию о доходах и имуществе. И не только истребуем декларацию у тех физических лиц, у кого заработная плата там была минимальной. Истребуем декларации и у учредителей, и, соответственно, у директоров этих предприятий. 34 таких деклараций было истребовано за 2020 год, и, опять же, доначислен физическим лицам, руководителям, учредителям подоходный налог порядка 25 тысяч рублей. То есть, организуя бизнес, никак не стоит рассчитывать на то, что можно долго скрывать какие-то противоправные действия, какие-то серые схемы. Все это может работать, но очень короткий период времени, пока службы... Не проанализируют деятельности, что-то всегда это выдаст. Хотелось бы успеть обсудить самое резонансное, наверное, нововведение этого года, которое очень много вызывает вопросов. Это появление такого вида налога, как транспортный налог. Какие связанные с этой темой вопросы наиболее часто вызывают затруднения у плательщиков? Знаете, Олег, вот сам транспортный налог, мы понимаем, что он введен взамен дорожного сбора, который был до 2021 года. Дорожный сбор могли не платить те физические лица, кто не участвовали в дорожном движении. Сегодня вот эта система дорожного транспортного сбора, она довольно прозрачна. Если у тебя есть транспортное средство, и оно числится в подразделениях госавтоинспекций, и оно не старше 1991 года, вот под таким транспортным средством с 1992 года и производится уплата транспортного сбора. Здесь от физического лица только необходимо получить извещение налогового органа и уплатить налог. Извещение направляется не позднее 1 сентября года, следующий за отчетным. И как пример, если мы будем говорить о транспортном сборе 2022 года, то уплата его будет происходить в 2023 году. Извещение до 1 сентября, уплата налога до 15 ноября. Небольшая особенно есть по 2021 году. Здесь предусмотрены авансовые платежи в размере одной базовой величины у нас. А окончательный расчет, опять же, налоговый орган сделает в 2022 году. И если будет необходимость, налог будет доплачен. И ставочки транспортного сегодня налога, они на 20-30% меньше, чем сумма дорожного сбора была в предыдущие годы. Владимир Васильевич, у нас есть телефонный звонок на линии. Около менее 5 минут у нас до окончания программы. Я прошу вас, пожалуйста, коротко и по сути сформулируйте ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела бы уточнить у вас такой вопрос. Я устраиваюсь на работу на испытательный срок. Но директор мне сказал, что возьмет меня без заключения договора. Зарплату мне выплачивать будут. И потом еще возьмут, ну, по мере, как я буду работать, возьмут на работу. Правильно ли это? А какой испытательный срок вам предлагают? Три месяца. Три месяца. Спасибо. Владимир Васильевич, ваше мнение, правильно ли это? Ну, можно ответить коротко. Нет, это неправильно. Потому что, в принципе, все трудовые взаимоотношения, начиная с первого дня работы, должны быть оформлены. Или трудовым договором, или, соответственно, должны быть оформлены по контрактной системе заключения контракта. Можно ведь заключить договор и на три месяца. Вот. Поэтому должно быть четко оформление, и тогда вы можете приступать к работе. Если вы не будете оформлены, опять же, тут нет, никаких социальных гарантий за вами не сохраняется. Опять же, мы будем говорить, если вы не оформлены, это вот именно, и вы будете получать заработную плату, именно это заработная плата, так называемых, в конверте. И отсюда, соответственно, не будет ни налоговых поступлений того подоходного налога. И вот этот период трехмесячный вам не будет засчитан потом в последующем стаж работы, потому что с этой суммой не будет производиться отчисление Фонда социальной защиты населения. Поэтому должно быть в обязательном случае оформление ваших трудовых взаимоотношений. Спасибо большое. Три минуты у нас остается до окончания диалога по транспортному налогу, вот именно по размерам ставок. Спрашивают люди, бывает, что возмущаются. От чего это зависит, потому что ставки ведь разные для всех, да? В принципе, мы можем говорить о физических лицах, об организациях. Ну, давайте основимся больше на физических лицах. Там в организациях есть специалисты, бухгалтеры, они с этой системой разберутся, тем более она несложна. Ставки для физических лиц на 20-30% меньше, в принципе, как и для организаций. Градация транспортных средств по весу теперь 250 килограмм. Если раньше было до полутора тонн, потом от полутора до двух тонн, то сейчас в 250 килограмм. Полторы, 1700. Ставки установлены в 27-м приложении к налоговому кодексу. Минимальная ставочка по, например, легковому автомобилю, это 61 рубль годовая ставка до транспортного средства, которое до полутора тонн. Если больше, там, соответственно, идет немножко больше ставка и больше платежей в бюджет идут. Опять же, уплата, авансовый платеж в 21-м году, окончательный расчет в 22-м. В 21-м году, если кто-то не платил дорожный сбор, заплатит 29 рублей, одну базу увеличенную, остальное произведет доплату в 22-м году уже. По сроку, там, 15 ноября. Ну и нельзя не признать, что все-таки пандемия как влияла, так и продолжает влиять на все сферы общественной жизни и, конечно же, на экономику. Какие меры предусмотрены для того, чтобы каким-то образом нивелировать эти негативные последствия, если коротко? Ну, если коротко, значит, по налоговому законодательству, в части, значит, субъектов хозяйственной, которые осуществляют сегодня связь, это операторы сотовой связи, операторы услуг электросвязи, поднята ставка налога на прибыль до 30%. Для, соответственно, физических лиц, по доходам физических лиц, которые получают по договорам от резидента парка высоких технологий и индустриального парка Великий Камень до общеустановленной ставки, до 13% поднята их ставка. Раньше они уплачивали по доходу налог 9%. Эти изменения только на два года, потому что, в принципе, те выпадающие источники, которые мы действительно имеем и по экономике, и затратами, которые несет наше социально ориентированное государство на защиту населения по борьбе с пандемией, мы должны компенсировать. Это или внешняя компенсация, или внутренняя компенсация. В Республике Беларусь мы, конечно, ставку делаем на внутренние компенсации, потому что тяжелая экономическая ситуация и, в принципе, во всем мире. Ну что ж, будем надеяться, что этот год будет более благоприятным и будем к этому активно стремиться, в том, что зависит конкретно от каждого из нас. Спасибо за диалог. Спасибо, Ольга, вам. Спасибо за участие, пообщаться и с нашими гражданами-гамечанами. Спасибо. Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Дивойн был сегодня у нас в гостях. Спасибо за внимание, за ваши вопросы. До свидания. Продолжение следует...